сегодня беседовали на этом самом разбирать борт пола божьях иногда участвует сегодня но и уже не только участвовать а сейчас он пишет хоть и новый звали звонил хотя позвонить да он сейчас православный не православная на так он здесь и сам живет он в аждоте в аждоте а там нет храма вот приходится ехать в яфу яфе 40 километров от аждота вот там два храма 114 иерусалимской патриархии служит там священник с украины и нашей миссии московской патриархии отец игорь ты как бы он и там и там разведал где можно креститься в полное погружение то есть в иерусалимской там за полное повышение вообще разговора не идет и 750 шекелей с него он когда сказал что я не буду креститься за 750 шекелей потому что и должны трясить меня бесплатно я не против вносить десятину там пожертвования но креститься я должен бесплатно симонии я не признаю он сразу бросил трубку сказал когда вы захотите креститься то есть сразу это самое а пока дурака валять ничего ты этот наш русский священник согласиться отец игорь согласился общем крестить это но там такая система что нужно передать по факсу прошения отпечатать теперь папа по факсу переслать на имя архиерея одному в иерусалимскую патриархию что он хочет креститься в московской патриархии и там ну как бы там не рассматривается что отказ как отказ что может быть отказ но тем не менее нужно благословение тогда можно креститься и как бы окрещению в полное погружение это вопрос технический я его уговариваю но у него все время есть такие как сомнения он часто мне высказываешь я в крещеные укрещены ты протестантами люди нижнепрещенными и в одно погружение а троечность это очень важно и потому что вы как бы во всех и в дедахах и как бы 50-х правила после постановления где игнати часто указывать в три погружения оговорка что и самое главное внимание на то что мне не на погружение делается упор а на то что именно на троечность если не в три погружения а в одно там и там даже пояснение то и не крещеный именно это делается поэтому ты же видишь ты не крещеный поэтому есть какой-то опыт там все-таки свой ну правильно ты очищен словом есть такое понятие что человек приходя к богу он начинает сочетать священное писание и через слово божие есть очищение это свидетельство в слове божьем но сказано кто будет веровать и креститься спасен ты крестишься а потом уже начинаешь вести жизнь христианина обязательно тебе понадобится потом дальше исповедь и части прибегать к таинству но сегодня получается такой это антиевангельский человек веру имеет казалось бы что мешает ему креститься до оказывается препятствий пущись но нет но мы живем в мире сегодня если мы думаем что это было в древнем мире меньше препятствий то мы можем ошибаться поскольку каждый только со своей колокольни смотрит правильно мы думаем что вот сейчас у нас очень много препятствий ну есть препятствия до бюрократии года там вся мы находим он нахуй хочет висеться в московской патриархии и и как бы и в иерусалимской должен взять это ну что же сделаешь да но это не значит что вот мы прочитали что как бы на филипп пристал там к евнуху идущему ну едущему по дороге да и который читал исаев слух и задал вопрос разумеешь ли что написано объяснил там это особый промысел божий что сразу человека как бы он и проповедал и тут же его и крестил правильно это один один момент не надо думать что так было всегда и ну и ну не было никаких препятствий в ветхой ветхой церкви не ветви просил теперь в первой церкви первым что не было никаких препятствий все было так гладко нет там тоже были и гонения и против павла восставали там и всяко хотя там вот и сторож в это в тюрьме где держали и иоанна и петра да когда он это самое землетрясение он крестился со своим домом сразу же тотчас крестился и многие крестились сразу ну вот так нашли водоем и крестили сейчас вот даже водоем найти полно погружение чтоб креститься но есть и как сейчас так и тогда были не одни так другие гладкой не было никогда я так полагаю так что всегда нужно чтобы сделать дело божие какое-то какие-то препятствий нужно преодолеть потому что враг рода человеческого всегда ставит препятствия мы только оцениваем наши добрые дела если нет не было препятствий то может они и не добрые да ну вот у жилищики такая там ситуация ну молодец вообще-то участвовал сегодня в этом разборе с членом писании но и я тоже часто там устроил там даже истерику я немножко прости меня господи потом и игорь добунов участвовал ну значит что там у него постоянно ты вот его фишка начать ругать вот почем зря московскую батюшек всех москов патриархии и всегда должно быть в сравнении с игнатий тихоновичем какой игнатий тихонович хороший ну и дошла такая тема он высказал такую что вот евреи все сохранили все вот как бы у них всегда то есть он не знает что евреи не празднули пасху там во времена царей вот за период царства начиная даже когда и давид был саул пасха не праздновать он это не знает что не было священно писания нашли тогда он это тоже не знает все было хорошо они все же было хорошо и там а что в россии в русские там начал там такое нести что в принципе вообще мы мусор там пыли вообще ничего у нас никогда не было и ну я согласен да в некоторых моментах мы уступаем нас нет такой образованности и поголовной грамотности какая должна быть но не надо такие периоды отвергать в церкви когда были гонения которые мы вынесли вот во время вот безбожной власти что много и как в лагерях там себя проявили многие подвижники веры мы не можем этого знать и отвергать а если не знаешь что и говоришь этого не было у него все это вот сознательно бизнеса и обязательно что игнатий тихонович это его слушай ну сколько вот это можно было первых если не знаешь свою безграмотность не надо ее выкат во вторых ты постоянно целуешь игнатий тихонович задний проход в попу ты хоть губы вытирай после этого когда ты целуешь меня уже но это как бы сказал во все услышали но все там даже никто хихикнули там кто-то был очень удивлен что я так выразился прости меня господи потом все это гнев праведный но люди настолько уже на него знаешь ополчились понимаешь постоянно вот не не регунули применит обязательно целовнуть игнатий тихонович а в попу ты хоть губы вытирать после этого когда ты это делать ну и вот он обиделся пупков не написал делаю замечание как ведущий он сначала отключил меня потом значит написал делаю замечание обязательно примирись с этим хорошо я не против написал там брат или прости меня я погорячусь ну с одной стороны такое сказал все потому что уже ну человек который ладно я согласен игнатий тихонович он человек действительно заслуженный и много перенес и многих обратил к вере и сейчас он многим открывает глаза и научает как бы понимаешь над над на доброе и и показывает путь который ну превосходнейший еще ну но научает очень много которые никому него никто не сделал это точно то есть в этом отношении да он делает такие вещи которые не сделает никто и очень много перенес и очень много видел и действительно за своей верой своему как бы исповедничеством он заслужил уважение ну извини меня вот так вот постоянно тоже даже праведника так много хвалить ну не принято просто даже и к тому же ты топчу примазываешься вот к этому ты вот покажи свою там дела от веры там или что ты-то собственно да вот вы не задержитесь в нашей общине да я и не стремлюсь в вашу общину слава богу я нахожусь в петербурге даже если бы я находился бы с вами в одном городе я бы отнюдь в вашу общину бы не стремился никогда у меня есть свои взгляды поэтому извините когда уже явная ложь идет на церковь на церковь на именно на русскую нацию когда он там не знает начинается просто поношение какое-то глупое незаслуженное непонятное непонятно вот когда вот это начинается кто ты такой что ты можешь судить им и восстал во первых ты врешь и извращаешь во вторых даже если там есть какая-то доля истина в этом как ты видишь все но ты не должен это судить или нет у тебя и право на это понимаешь нет ни о своем народе если не знаешь ни о чужом народе не может осудить что касается нации и церкви тоже можешь там делать какие-то выводы только в том но для того именно чтобы не поступать так по делам но не поступай если тебе это кажется греховым ну вот так судить и обличать направо налево видели мы таких он постоянно старается просто старается и из штанов выпрыгив прости меня господи может нельзя так говорить говорить то что хочет слышать игнатий тихонович вот все буду делать только то что может быть он не то чтобы то что хочет он а у них и такой он показывает у них такая единая единомыслие такое да как бы что вот мы все от сахи вот нам особо ума не надо и и вот библию знаем и знаем лучше всех и единственно нас свет клином сошелся это он пупков и игнатий тихонович он много меня научил и я не имею права развивать а то что касается дебунова я считаю тоже за церковь я имею право восстать и сказать не судить того что не знает я удивляюсь почему нибудь вообще не танец и молчат они не видно что люди недовольны они молчат ему я тебе уже прошлый раз говорил что игнатий тихонович в этом отношении его очень поддержит ему очень не знаю почему не знаю но вот ему очень импонирует что дебунов вот так вот себя ведет и как бы я пытался там как-то узнать очень осторожно вот он ревностный он не тепло-хладный все но ревностный и он старается как бы ну однажды там было какое-то собрание он значит тоже в угоду на техниках русский мужик зол там он рассказал историю там как там англосаксы приехали и пытались там нас учить строить нам дома вот русские не стали жили в домах в банях как привыкли и он русский мужик зол там ну англичане такое сделали вывод но и ты готов это самое за эту за чечевичную похлебку чтобы показаться что ты добр и так сказать ботинки вырезать англичанам и всем чтоб тебя злоде не назвали а то что как бы твой народ потом вот это вот Игнатий Тихонович с чем я не согласен как он однажды на этой неделе высказал там что во всех вот как бы в России были много конфессий никого не гнали и только старобряд вот я был так удивлен как он подтасовывает факты вот не гнали то какие вот он да во время Алексея Михайловича вот был какой то период такой дурацкий да когда вот вы против нас вот мы против вас все почему начали новообрядцы гнать старобрядцы подожди надо уточнить а конкретно какие конфессии каких конфессий клещи там мусульманство иудаизм и он говорил о мусульманстве иудаизме и этих как буддистов что у них датсаны были что синагоги это самое мечети и никто не разрушал вот да в некоторых местах да но надо смотреть откуда идут корни и как да вот во первых старобрядцы тоже небезгрешные да скажем в этом отношении потом откуда пошло это жестокосердие что вот такой вот жестокость была в русском народе не при старобрядцах что если сказал против царя или что-то тут же язык тебе вырывают и выбрасывал это было все при старобрядцах и этот дух он сохранился вот и когда стали потом когда гнали при алексей михалыче да а за как себя вел этот а вакуум писали на этом на коре на бересте эти заграмоты разбрасывали во время богослужения с колокольни и по-всякому он очень был непримиримым и да ему власть он то же самое бы делал потомок тех так сказать озлобленных людей той нравственности которая была в период до алексей михалыч тогда была очень такая нравственности жестокая скажем и это было при старообрядцах при новообрядцах постепенно постепенно это все выживалось причем скажем так при петре первом уже меньше гнали а уж при николае втором и при александре втором при александре первом уже старообрядцы вообще как бы чувствовали себя ну закрывали там на какое-то время их не храм да там но единоверцев не трогали вот старообрядцев тоже как бы не особо вот то что они настолько боялись что какими нужно быть что сами себя люди сжигали по 400 по 1400 человек ну да было такое нравственность такая была у людей что были жестокие но они не сжигали для себя не по причине того что их гнали а по причине вот этого как раз нетерпимости и им и поэтому тоже кстати и поэтому тоже гнали что именно под нетерпимостью и ни в коем случае нельзя они искали это мученические не приняли вот кроме того а он начинает объединять кроме того давайте посмотрим когда такая вот терпимость к мусульманам к иудеям да допустим это только сначала 19-го века они стали появляться в россии вот в конце 18 они как бы были потом была черта оседлости вот синагогу построили в начале двадцатого века мечеть построили в петербурге в начале и двадцатого века построили все вот это вот То есть, а он про какой век говорит? Про 17 век, 18 век, конец 17-18 века, как догнали, правильно? Ну, немножко нужно здесь разницу делать во времени. А у него все в куче. А люди слушают это и кушают как бы вот это вот. И откуда нравственность вот эта жестоковыность и жестокосердие пришло? Так оно пришло-то и соробряться. От одних же и пришло. Поэтому и сейчас злоба. Он сам говорит, что злоба. Да, она действительно злоба у них на все. Поэтому как бы вот это вот я не могу никак с ним согласиться. Хотя я могу сделать нисхождение на то, что он делает это по своей неграмотности. Путает там эти, так сказать, времена, перепутает времена и как бы эпохи по неграмотности. И проповедует по своей вот так вот, вот это вот, что угнали, стараются, по своей неграмотности. Я вот смотрел предыдущее собрание, не до конца, правда, смотрел, или до предыдущие, где, в общем, как раз выступал Михаил Кальмаев, да, и Сергей Попопов. Они как раз вот говорили именно о молитве, о Иисусовой молитве, Господи, помилуй, да. Ну, я вот, к примеру, постоянно молюсь этой молитвой. Вот я уж думал, знаешь, сейчас я думаю, если Сергей там, думаю, Ильин и сидит, я думаю, сейчас что-то выступит, должен, думаю, что-то сказать. Вот, и тебя, может быть, не было, я не помню даже отношений, вот, почему они отвергают Иисусову молитву. Я не знаю причины, я не задавался этим вопросом, вот, как бы. Ну, нет. Как бы, вот, мои чуточки, я, как научен, я читаю Иисусову молитву. Иисусову молитву постоянно, Господи, Иисус Христественный, Боже, помилуй, и грешеный. Нет, ну, смотри, сейчас я говорю, само учение Игнатия Тихоновича, да, у него какое, что мы не просим вообще милости у Господа, потому что мы уже помилованы. А, ну, это да, ну, здесь вот даже у меня спор вот такой, ну, здесь трудно, я не знаю, я, я, как бы, поспорил немножко. У нас вот, прежде такое, не это занятие, в среду я пропустила, в прошлую пятницу был, там чуть-чуть Игнатий Тихоновича отрубила. И вот на этом, я тебе не рассказывал, на этой почве был спортом, мы сейчас Апостола Якова проходим, там один из Финляндии человек, он живет в Светогорске. Я видел, он, по-моему, Алекс, он там под именем Алекс. Алекс, Алекс, он, я и там Николай Николаевич какой-то был. Так, ну, у нас более-менее такое устоявшееся традиционное церковное, и Пупков, Михаил Кальмаев, и, ну, да, кто там еще был, там двое. Вот, и отчасти Александр Мриаса. Вот, как бы, у нас такое трое-натрие получилось, там спор, пока не было, Игнатий Тихонович был вынесен. Спор фарисеев и химитарей, как бы. То есть, те уже спасенные, там этот, Сергей Пупков, там, Николай Николаевич, он там на него, начал там кричать, что-то так разошелся. Ну, это ладно, полбеды. Ему кто-то пытался сделать замечание, говорит, да я никогда не остановлюсь перед еретиком. Я говорю, ничего себе, а я сидел, молчал, слушал просто, даже как-то немножко отключился, там, ну, ругаются, ругаются, ладно, но он, это, что он уже спасенный и грешить не может, то есть, грешить не может, все. А вот, когда он назвал там еретиком Николая Николаевича, я говорю, слушай, ну-ка ты охолони, скорее, братся, чуть-то это самое, немножко, чуть-то возьми себя в руки, там, ладно, все, извиняться не стал, но сразу так было. Ну, потом, ну, там, каждый высказывал свою точку зрения, ну, так трое на трое мы разделились несколько, было такое спор у нас. Вот как раз по этому поводу вопрос-то, да, мы с ним поднимаем, и как бы он не видит однозначности в этом вопросе, ну, кто такой грешник, да, и может ли рожденный свыше грешить, то есть, насколько этот грех меняется нам, да, ну, вот мы, допустим, ну, прогневались, да, там, на брата, вот, и, то есть, если мы рождены свыше, грех не вменяется, да, то есть, а, то есть, если мы не желаем этого греха, а он, как бы, вот, по природе нашей, он раз и выскакивает, и насколько мы должны умолять в себе его, ну, понимаешь, в общем. Да, знаешь, я понимаю, как, вот, например, апостол Иоанн в послании говорит, не обольщайте себя, мы много согрешаем, да, если говорим, что нет у нас греха, обманываем самих себя, да, как бы, он кому говорит? Верующим говорит, ну, я не знаю, там, верующие, но они, наверное, тоже были возрождены свыше, уже всем говорит, Игнатий Тихонович говорит, нет, что возрожденный свыше и рожденная духа грешить не может, вот, как бы, тоже, вот, здесь, вот, послание Иоанна, первое послание Иоанна, что, ну, вот, ну, не может он грешить, все, ну, Ну, я не знаю, понимаешь, братья, что я могу сказать по этому поводу, может, я не возрожден свыше, вот, но природа-то моя склонна ко греху, поэтому я не могу судить о том, чего, вот, не знаю, может, действительно что-то у них по-другому, природа их изменилась, этих людей. Ну, как это, ну, как оно может измениться, если мы видим грешника, и он говорит, что лукавый ко мне не прикасается? Ну, как я могу судить о чужих грехах, вот, понимаешь, и стоит он перед Господом или падает, я о себе могу сказать, ты понимаешь, вот, я могу сказать конкретно об очищении слова, да, Вот, я расскажу тебе свою историю, да, я воспитывался в неверующей семье, но соседка у нас была неопределенного вероисповеда, там, под подъездом, она проповедовала всем, она ходила к адвентистам, баптистам, православным ходила, везде она все вот искала, вот, у них было много знакомых, там, верующих своих, вот, она имела, там, Новый Завет, Ветхий Завет, и она вот рассказывала постоянно, к нам домой приходила, я ее с удовольствием слушал, и, как бы, мне было это все очень честно, я тоже, как бы, веру, у меня уже, я уже стал понимать, что, да, Христос умер за меня, что, как он страдал, вот, я уже, у меня уже это начинало откладываться, хотя я там был юношей, да, еще, вот, потом моей маме на работе одна немка, вот, верующая, не знаю, баптистка или там, она, кто, бенонистка, она подарила ей Новый Завет к Салтере, он такой, напечатанный, но переплетный, такой, несколько, самоиздатовский был, видно, вот, такие вот, баптисты, Игнат Тихонович, на десятину, наверное, свою, вот, и выделял, вот, такие вот, которые отпечатали баптисты, я прочитал Новый Завет, очень, так сказать, совсем согласен, полюбил его, попросил там Ветхий Завет у этой бабушки, она мне там дала, стал читать Ветхий Завет, вот, прочитал Ветхий Завет, вот, решил креститься, моя мама пошла, она крещена уже была в детстве, тетя, она моя крестная, и брат двоюродный, мы крестились, в общем, у меня исполнилось 18 лет только, 18 лет, там, ну, несколько дней, и мы крестились, значит, в храме крестились, вот, был крещен, все, ну, после этого, как бы, я в церковь редко, как бы, нельзя сказать, что вот церковился, но был верующий очень, и уже словом, как бы, очищен, и стал искать Бога, стал общаться с адвентистами, с баптистами, с католиками, я, кстати, с католическим священником пообщался вот так вот, будучи уже крещеным, но с православным священником у меня не было, значит, пообщаться, вот, пообщался, вот, пришел, face to face, как говорится, прежде всего с католическим священником, а потом уже попал к православным, ну, общался, ну, было много вопросов интересных, там, и по священному писанию, все, и, кстати, католический священник не отказывался со мной побеседовать по священному писанию, что знал, как бы, с удовольствием, хотя уже человек был уже пожилой, за 70 лет ему было, ну, вот, ну, так, в общем, я, а в этом, в баптизме, в арвентистизме, там, молодежные собрания, там, посещал, мне было интересно, тоже, общаться с молодежью, узнавать, я все впитывал, ходил по магазинам, даже теоретическую литературу покупал, там, чтобы посмотреть, там, если что, там, чего, чтобы знать, там, сравнительное, там, богословие, там, где, что говорят, вот такое, прежде чем, ну, ну, естественно, смотря на образ жизни протестантов, вот таких, я чему-то научился, и у меня, вот, как бы, о христианстве было такое представление, уже, я знал, что можно делать, что нельзя, уже был Словом Божиим, именно, очищен Словом Божиим, и уже, как бы... Виталий, это душа твоя впитывала, а как ты понимал, где дух-то, где дух, правда, истина? Я пока еще не понимал, я искал, потом я встретился с отцом Владимиром Святковым, о нем это говорит часто, Алья Тихович, вот, и он, как бы, пришел к нему домой, он стал за меня молиться, там, стали мы разбирать священное писание на мои вопросы, он отвечал, ну, тогда мне казалось, естественно, совершенно дурацкий, наверное, вопрос, там, ну, и он, как бы, вернул меня в правослание, открыл благодать, все, там, я стал, там, православным, потом потихоньку стал служить в этом самом, ну, в алтаре помогать ему, вот, как бы, не только им, там было три священника, вот этим панамарем, там, кадила подавать, там, раздувать, там, все такое, как, убираться, ну, панамарствовать, вот, ну, когда я стал, это, изучать православие, не то, что, вот, мне, как бы, отец Владимир преподал, а, и то, что я видел у протестантов, а именно православие, смотрел, как люди живут, меня, вот, удивляло, что могут, там, вот, так свободно языком обращаться, вот, говорить, там, вот, какие-то, мирские, все эти самые, вот, по сравнению протестантов, я такого не видел, стал изучать, ну, читать, вот, монашество, там, отец Владимир, он, там, восхищался, там, послушанием, подвижниками, я стал, там, вот, читать, монаш, о монахах, там, как-то, послушники, как, вот, авы, там, что, авы, оказывается, били, послушали, там, разные, там, такие им давали глупые задания, там, на мой взгляд, гиен, там, ловить, тащить, еще, там, что-то, вот, ну, какие-то, вот, такие, вот, притащить гиену, там, и они выполнять, там, скорее, бежали, у меня, вот, это, вот, я, ну, никак не мог ни понять, ни согласиться с душой, я все время задавал вопрос, почему, ну, всем священникам, я достал всех, кого может, ну, как так, ну, а почему он его бьет, почему он на него гневается, почему он его, там, зубы может ему выбить, и, это там, какого он имеет права, он, он, разве, сам, не спасается, он, а тебе какое дело до того, что, как он, что, чего, я никак не мог понять это, вот, ну, не укладывалось в мою мозгу, что, и, по-моему, вот, все были такие, даже, блаженные, и, вот, изучать священную, секунду, у тебя тогда образ стоял, вот, ну, вот этих баптистов тех же, да? Ну, да, 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 ну, и, как бы, что, у меня был какой-то идеальный образ, такой православный, что все православные, там, возрождены, все, и они должны знать гораздо больше баптистов, вот, наше наследие, вот, он, как бы, Библия, полная Библия, и всегда батюшка мне объяснил, как бы, что баптисты, они Библию не могут исполнить, и, как бы, вот, и главное покаяние, там, собственно, да, и никто не может исполнить Библию, там, вот, а только православный, а когда я попал, там, вообще, никто ничего не пытался, даже близко, даже, и, 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 главное, не чтение священного писания было, вот, и исполнение его, а какие-то, там, труды, причем, ну, те, которые могут показаться, вот, ну, просто, там, по сравнению с баптистом, даже, как бы, бездуховностью, просто, ради чего-то, там, непонятно, там, и вот это, вот, меня очень смущало, священники не понимали меня в этом отношении, и я не понимал, как можно, то есть, я же не в традиционно православный пришел такой, а вот, как бы, через священное писание, и поэтому мне, вот, как бы, монашество для меня было, если человек оставил ради Господа все, он уже пришел туда грамотным, знал все, мне не доходило, что люди иногда безграмотные вообще туда приходили, мне, вот, как бы, получалось, другой образ стоял, понимаешь, как к баптистам приходят, они, вот, собирают, там, безграмотных всяких, там, проходит месяц-другой, уже все читают, все уже цитируют священное писание у баптистов, адвентистов, безграмотные, не безграмотные, все. Я, там, к одной баптистке, бабушке, пришел домой, у нее, там, библия на славянском, библия на русском, она такая, все, читается, мне объясняет, это, так-то, так, нет, неправильно, все, священник, нашла, там, текст, там, по библии, все, как бы, вот так, понимаешь, в православии ничего этого нет, все, ну, люди, если там собираются, в благочестии, там, почитать акафист, все, приносят, как бы, уже жертву Богу, а я бы научен был сначала стены Иерусалимские возделить, потом уже жертву, приносить жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на Алтай прудницы, а там ни стен, ничего нет, так, как бы, сразу, скорее, молиться, и все, Библия, как бы, хорошо, что она есть, но она, как бы, непонятна и не для нас, я говорю, там, ну, апостол так-то сказал, а где апостол, а где мы, там, на, 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 зашел на клише, там, говорит, апостол Павел говорит, так-то, что-то там, а где апостол, а где мы, там, Адам, говорит, то есть, ну, такие вот вещи, как бы, ну, я был, долго очень это смущался, пока сам не стал таким же, как бы, православным, плоти от плоти, и уже все, как бы, Библию постольку, постольку, там, ну, правда, потом появился Игнатий Тихонович, и мы стали изучать Священное Писание, опять же, на благодать, ну, в общем, меня Господь не оставлял, как бы, в этом отношении, вот, все такое. Вот ты говоришь, я стал православным, да, ну, и вот тебе традиции не мешают, как бы, традиционное православие, вот, своим пониманием, как соединяется? Ну, ну, как традиционное православие, я традиционно, я, я живу сам, понимаю, что таинства, они нужны, таинства, они состоят из обрядов, как-то, ты без них никак, есть обряды, то есть, прежде всего, нужно вникнуть и понять, что они хотят сказать, что там говорится в этих обрядах. Я, слава Богу, грамотный, понимаешь, могу читать на славянском, на русском, я могу почитать не только от обрядах, и сами обряды, вот, я, как бы, если мне что-то непонятно, я читаю, вот, непонятно, там, беру требник и разбираю, там, какое таинство, или освящение, или освящение, крещение, крещение, литургию, ну, ты же, да, ты знаешь за меня, да, я литургию буду читать, вот так вот, это, что касаемо обрядах, я, есть, я знаю, что там есть это самое, есть обряд, есть смысл, мало того, я, вот, требник католический взял, у меня католический требник тоже есть, я смотрю там обряды, как у них это, какие у них здесь молитвы, какое чтение, священное писание в том или ином обряде, вот, как у них построен этот, ну, сам это, из каких обрядов таинцев состоят, понимаешь, сравниваю, там, вот, с армянским я могу только литургию сравнить, да, вот, как бы, вот такая вещь, ну, во всяком случае, я пытаюсь понять и осмыслить, ну, так и все остальное. Один человек недавно такой вопрос задал, ну, он, в принципе, такой антиправославный, настроен так грубо против православия, считает все мерзостью, мощью мерзостью, вот, и, как бы, он говорит, ну, храм, храм был еврейский разрушен последний, вот, и где Господь повелел-то, типа, строить вот эти сейчас храмы, все это, мерзость, опять же, говорит, да, ну, как бы ты ему ответил на вопрос? Ну, я бы ответил так, когда Христос пришел в Самарию и встретился с самарянкой, да, у колодца, вот, у них зашла беседа, значит, она говорит, знаю, что придет Мессия, она говорит, он говорит, хорошо, вот, вы, иудеи, нас не признаете, у вас святыня находится в Иерусалиме, на горе Ксион, а у нас на горе Горизин, говорит, ну, вот, он говорит, да, спасение от иудеев, говорит, спасение от иудеев, но наступает время, когда не на семь месте, не в Иерусалиме, а на всей земле будут поклоняться люди в духе истины, вот, в духе истины, по всей земле, и для этого, естественно, нужны молитвенные помещения, где христиане должны собираться, принадлежащие христианам, где они могут собираться и справлять свои христианские требы, да, ну, причащаться, есть заповедь причащаться, это самое, кто не, значит, что, креститься, мы нуждаемся в крещении, нуждаемся, кто будет веровать и креститься, спасен будет, если не будете есть тело моего и плоти моей, не будете иметь в жизни, исповедуйте грехи ваши, и мы видим, что первые христиане собирались, в притворье храма, вот, в синагогах собирались, вот, собирались по домам и совершали хлебопреломление, такая была практика, сейчас мы совершаем хлебопреломление в специальных выстроенных храмах, вот, такая традиция, помещение, где находится это, ну, освещенное специальное помещение христианами, для христиан, где мы собираемся и совершаем свои требы. Но он, как бы, знаешь, он не то, чтобы вопрос задает, а у него есть свое учение, вот, и он выступает, как бы, с этим учением, вот, вы, говорит, верите, что у вас идет преемственность от апостолов, да, все у нас записано, прописано, он говорит, а покажите эти записи, кто их когда видел, что это идет преемственность? Элементарно, Ватсон, как говорится, пусть откроет, например, как бы, ну, в любом этом самом, в Яндексе, в Гугле, на которой там преемство, где, армянской церкви, и вот он, например, вот, кафедра такая-то, да, допустим, Ичмиядзинской, и он найдет сюда Григория, просветителя всех армян, дойдет вот это вот, а Григорий, просветитель, был рукоположен тоже кем-то, вот, это все описано. У меня есть календарь, там, вплоть до, это самое, там, они, пускай посел до Фоломея восходит, это армянская, вот, если он возьмет константинопольский патриархат, тоже он найдет там это самое, так же, что все, все записано, кто откроет это самое, это сейчас, если бы он сказал, когда-то, да, дептихи поднимать, это было тяжело, а сейчас просто он просто наберет это в Гугле, и все он найдет, элементарно, даже никак не надо ему напрягаться, абсолютно, а уж не говоря уже в Александрийском, Иерусалимском патриархате, и Антиохейском, здесь он очень быстро найдет, вот, там в Константинопольском, поскольку это поздний патриархат, но все равно, вот, а, это римских епископов, есть это самое, римских епископов, армянских епископов, все есть, ну, есть, поэтому, как бы, здесь никаких проблем нет, абсолютно, просто, здесь вопрос другом, верю или не верю, и лень тебе или не лень, посмотри и все, а если не веришь, что тебе никак не докажешь, ты и в Евангелии не веришь, что, ну, как же, можете доказать, если мы все в это верим, и все этого держимся, все в древней церкви, возьми сирийскую церковь от Востока, да, она тоже имеет апостольское преемство, другое дело, какое там учение, это уже другое, а тоже возьми, она тоже восходит к апостолам, ну, то есть, вот так. А веришь, что вне православия может быть спасение? Я, знаешь, братья, я в православии еле спасаюсь, если спасаюсь еще, а вне православия, я даже думать боюсь, понимаешь, ну, как бы тебе сказать, вот, ну, есть океан, я плыву на лодочке, нахожусь в лодочке какой-то, а человек находится вне лодки, он может на доске, может так вот, как бы, просто плывет, я не знаю, там, кто из нас спасется, могу я повернуть, поперевернуться и пойти ко дну, да, а может человек на доске спастись, там, бурю такую пережить и спастись, потому что спасает Господь, и может тот, кто сплавь просто как-то ляжет, и вот это буря его, но вероятность просто больше спастись и того, кто находится в лодке, в общем дело, ну, здесь и не будет, чем у того, кто как бы находится вне лодки, а как бы на какой-нибудь доске или просто даже лежит, плывет там, но все равно ему надо, чтобы его подобрали потом, хотя и всем уже подобрали, чтобы Господь подобрал, то есть, вот, как бы, я так представляю это, я и в церкви, в православии, вот, как бы, сам едва спасается, а за других, ну, как бы, тебе сказать, Бог может все, дух дышит где хочет. Вот, смотри, он говорит, что есть еще знания, да, ну, типа, наши толкователи, наши отцы, они толковали от ума своего, они не оттуда толковали, что есть такие знания, которые, вот, как ты считаешь, ну, вот, в полноте ли ты в учении находишься, или есть что-то, что хотелось бы еще узнать? Ну, про цели, ну, как можно находиться в полноте учения? У меня ни мозг это не вместить не может, ни это, самому миру не вместить написанных книг. Ну, в полноте учения, ну, как? Я имею в виду для спасения, для спасения. Для спасения, может, там кому-то достаточно, Господи помилуй, да, сказать, для спасения, там, чем проще человек, тем лучше, а для кого-то, там, столько там наворочено в нем, там, всяких премудростей, что, вот, сами мы себе порой для спасения строим, там, такие преграды, что, прости нас, Господи. Для спасения, ну, трудно сказать, естественно, для моей души нужно священное писание обязательно. Кому-то и грамотности не нужно, да, мы знаем и Марии, Египетскую, да, и я видел людей, которые, там, не читают священное писание, мало читают, и, как бы, ну, довольно чистые люди, я даже считаю их выше, чем, особенно женщины, там, выше, чем, гораздо духовно, чем я, и больше смирений, больше, там, других добродетелей, понимаешь, вот, для них, там, вот, поэтому, ну, что я могу сказать в этом отношении, к кому, сколько, от многих знаний много печали, да? Да, как бы, мне, я стараюсь узнать больше, чтобы выполнить и познать Бога, а другому может и Господи помилуй достаточно сказать, и в простоте сердца причаститься, и все, и у него вот сердце чище, вот, чем у меня лукавого. Но у тебя есть понимание, что тебе нужно стать учителем, есть вот такой? Да какой учителем? Ну, ты что, калека? Я это самое, я лежу, там, нет, у тебя есть, есть от Господа, что тебе нужно, вот, научить человека? Я могу, да, могу научить, есть какой-то потенциал, есть, если слушающий, есть, могу, там, есть какой-то опыт, наверное, наверное, вот, если, как бы, ну, более-менее могу сейчас, как бы, причесать мысли, создать вот какую-то программу, такую вот обучение, ну, на год примерно, да, вот, для именно сравнительного богословия, по сравнительному богословию, не почему другому, ну, там, естественно, с изучением священноописаний, вот, с глубоким, потому что другому невозможно. Я считаю, что это все, я не тот лектор, который вышел, там, вот, как это говорят, вот, а, сектоведы, сектоведы, отсюда, вот они вот это, очень серьезные люди, сектоведы, на самом деле, вся работа, вот, прочитал лекцию, ой, какая страшная секта изуверская, государство, помогите нам, запретите их, пожалуйста, все. Что, да какой ты сектовед, возьми священное писание и вперед в бой, покажи, объясни человеку, где он, в чем заблуждается, а не просто, там, запретите, там, это палкой разогнать, и все, сектоведы. То есть, возьми, вытащи свой меч, который есть Слово Божие, меч духовный, давай вытащим и посмотрим, кто из вас воин, а кто из вас овцами охраняемый, сектовед. Ну, то есть, вот эти вещи, они есть. Я, да, какой-то потенциал, может быть, есть. Ну, очень в этом отношении я не мельтян. У меня тоже позвоночник очень, за гордыню я, позвоночник больным, ну, в принципе, если было бы время, были бы силы, то я бы... У нас сейчас поле деятельности другое, у нас интернет, чешно. Вот и интернетом, может быть, и заниматься, сделать какой-нибудь там ресурсик и выкладывать там свои жалкие мыслишки. Вот и так можно. Вот как раз так сейчас поступает Александр Андрусенко, он вот как раз после службы, они евангельские часы устраивают, такие занятия. Ну, здесь надо все равно, вот как бы там ни было, я считаю, действительно, не зря поставлен в храме священник и настоятельник. Здесь в этом отношении нужно взять у него все-таки благословение, если ты хочешь что-то заняться по-настоящему, да, и уже заниматься. Разовая беседа там, одна, вторая, понимаешь, по-воровски украдкой, и при этом еще думаешь, что ты делаешь что-то очень полезное и больше, чем священники, ну, не знаю, приведет тебе так добро? Может быть, приведет, а может и нет. Понимаешь, я вот так приведусь, ну, можно там одну беседу провести, ну, не ввезет, а так просто побеседовать, кому-то там что-то сказать, вот, если спрашивают тебе. А, как бы, если уже по-серьезному, по-взрослому, то нужно, естественно, уже готовиться, уже священное писание, нужно какую-то там примерно тему и ее раскрыть. Нет, ну, а зачем тему? Вот, допустим, по своему опыту общения с людьми, я вижу, что людям, ну, людям даже не приблагают простого такого, а спасение души, вот, насколько священники говорят, что, допустим, в вашем кране, что народ не спасается. Вообще говорят об этом? Я не знаю, я не буду лгать. Ну, как там лгать? Я не знаю, что там говорят они. Говорят проповеди, проповеди обычные там. А потом у меня, как бы, такая-такая это самое, я причастился, литургия закончилась, вот. Я, как бы, ну, там, выносить они уже потом после того, как священник проповедь скажет. У нас три священника, два священника молодых, которые они, в общем, нормально говорят проповедь, быстренько. Люди-то меняются после проповедей? Ну, откуда же я знаю? Ну, я не знаю, может быть, это должно быть заметно как-то. Глаза должны меняться. Я не буду врать, не буду врать, я не всматриваюсь. Глаза, люди собираются и слушают священников, они говорят не очень долго. А настоятель у нас, вот, отец Вячеслав. Он, если начнет говорить, то он будет говорить, так сказать, что может иногда вторая литургия пойдет, час целый, может и больше говорить. Он очень любит говорить, молодец. Но я никогда его не слушаю, почему? Я причаст, ну, как бы, обычно причащусь, молитвки почитал и сел там у холопритвора и сижу там потихоньку. Что услышал, услышу, что не услышал, не услышал. Вот. Вот так ты тогда понимаешь, что пусть свет ваш светит перед людьми. То есть, вот, каким светом мы должны светить перед людьми? Ну, светом это, светом истины, светом англа. Чем наполнены, тем и должны светить. Ну, а как же, если мы тогда уходим и не светим, что тогда получается? Горе нам. Мне горе. Что с меня брать-то светить? Я лодырь и бестолковый. В этом отношении я ничем не могу похвалиться. Как я, куда я могу светить? Я угасший светильник, я могу только пачкать. Вот, до кого прикоснулся этот уголь, я могу запачкать. А зажечь я ничего никого не зажгу. Я в этом отношении было. Было, было, было. Было, было. Было, было. Было, было. Было, было, было. Было, было, было. Все, потух уже и уголь, так сказать, пачкающий. А сейчас уже все. Не знаю, загорюсь никогда. Надо, когда Тихон еще прикоснуться опять, и он может зажжет меня. И тогда будет это самое. А так что там, мы как угли тремся друг от друга и больше пачкать с нас это сыпется всякое. И все, как уголя-буголь, такой древесный. Ну и сейчас нет, сейчас что-то. Это чисто такие вот умозрительные. Они духовность никакой не имеет. Никакой, это только для жаждущих, да? Кто жаждет, иди и пей, да? Ну да, может, может только так. А так вот, знаешь, свет при человеке или не может град укрыться наверху горы стояй, ну не знаю я вот в этом отношении. Я сейчас вот такой вот уголь потухший, полностью потухший, который может только вот если прикоснуть шапачкой. Когда горел, да, может было загореться. Сейчас я только могу так констатировать, такой вот печальный факт. Но вот где-то у Игнатия Тихоновича может быть надо, может где-то пытаться самого возгревать веру, чтобы не быть осужденным сменой. Вот так. Ну и еще сейчас видишь, я вот с этой шеей, да и вообще у меня, и память хуже становится и во тайной, и была. По-моему, свет, я вижу, он пробивается. Вот на занятиях, допустим, ты не молчишь, ты говоришь, как раз он свет пробивается. Свет, вот сегодня свет грешник взял, это вот брата играет. Ну вот я не жалею несколько, что я его обличил. Потому что это кто-то должен был сделать. Они, как бы, братья, вы, как бы, все опираетесь на пророков и отцов, да, так получите над и вам, как бы. Извини меня, как они говорят, вот же, получите тоже. Я, пусть дерзко, пусть там по-мужицки, так скажем, но зато честно и справедливо, понимаешь? Да, вид по-нашему. Ничего там это самое. Вот какие-то вот все время, как будто мы не знаем, чье мясо кошка съел. Начинает там вот под процерк, и заканчивает обязательно вот дифферамбами в адрес Игнатия Тихоновича. Куда прячешься? Ни дня, ни пищу. Ну иди покажешь. Вот брат Сергий сказал, где отец Сергий служит. А где? А ну запишу, давай. Да, запишу, а он не скажет, он сказал, что в деревне, где? Здравствуйте, Сережа, здравствуйте. Тамара меня зовут. Листивая лисица. Ну а что, как и пересчет, как я еще могу? Листивая хитрая лиса. Ой. Это моя супруга. Знаете, я хочу сказать, мы еще в Бишкеке, ну уже много лет назад, ходили к одной женщине, вот, она лежит прикованной к постели, у нее голова только шевелилась туда-сюда, лет 25. И она так выглядела хорошо, и эта самая, говорит, а если вот вас кто-то там не покормит, если вот так получится. Ну, говорит, я помолюсь, говорит, Господь дает, что я не голодная. Нашла, иди отсюда, зачем я тебя это позвал, чтобы ты говорила это, Сама. Интересно, и у нее столько стихов, вот и Господь ей дал, а Боге столько стихов писала, просто вообще море. У нее рос виноград крупнейший, но вот так Господь давал. Ну, вот, наверное, за духовную чистоту и вот так вот. Вот. Вот так вот. Так, ну, сейчас запишу где-то, да? Не даст он тебе это, не знает он, где он. Нет. Ну, разочарование. Не, я скину нас, как потом, у меня есть его адрес. Ну, а тебе-то зачем? Ты что, письма писать не можешь? Ну, нет, ну, мало чего, мало чего. Если Московская область, то вот мне нравится все... Да нет, он далеко. Он служит в Поволжье, он в Мордовии. А там, где был патриарх Никон. Ага, ну, это далеко, конечно. Может, Московская область. Далеко. Велика Россия. Ну, в общем, вот так и воюем. Вот ничего, хорошая жена. Ну, терпим, терпим. Что делаем? Вот такие вещи. Слава Богу за все, брат Сергей. Да, слава Богу. Ну, ладно, брат, может, время-то глянь. Сейчас ночи почти. Ну, ладно, спокойной ночи. Прости, что это самое. Уже соскучился, думаю, куда же ты делся? Да ничего, ты пиши, меня даже если нету, пиши бы я тут на месте. Спасибо. Спасибо.